Нефть испытала сегодня сильнейшее однодневное падение с времен войны в Персидском заливе, то есть с 1991 года, так как не достигнув соглашения с Россией, Заврусская Аравия практически объявила ценовую войну, снизила цены для европейских потребителей, начала продавать нефть с дисконтом значительным, при этом также пригрозив, что она наводит мировой рынок новыми арабскими баррелями, добыча королевств может немедленно вырасти, точнее поставки королевства от нефти на рынок могут немедленно вырасти на 300 тысяч баррелей, и большие запасы свободных мощностей позволяют Саврусской Аравии нарастить в потенциале производства на 2 миллиона баррелей до 12 миллионов баррелей. На прошлой неделе стало известно, что ОПЕК и Россия не только не сумели договориться о сокращении добычи сверх квот пакта ОПЕК+, но они собираются продлевать этот пакт, который истекает в апреле, добавляем к этому сильный шок спроса на энергоноситель с результатив вспышки вируса и агрессивный, не кооперативный тон Саврусской Аравии, и получаем формулу свободного падения на нефтяном рынке, которое вот сегодня реализовалось в этом устрашающем гэппе на открытии. За два дня, за пятницу и понедельник цены в общем выражении упали на 40%, при этом Goldman Sachs полагает, что во втором и третьем квартале цена за баррель вариант будет болтаться около отметки в 30 долларов. Такая точка зрения вполне оправдана, учитывая, что на последнем заседании ОПЕК+, нежелание подлевать пакт об ограничении добычи России фактически означало, что каждый теперь сам за себя добывает столько, сколько он захочет, то есть руки развязываются у всех в плане наращивания производства. Собственно, в таком положении, кто раньше начинает поступление, тот и получает краткосрочные выгоды, которые имеются от того, когда от какого-то альянса, соглашения переходят в такой квазис свободной конкуренции. И, на мой взгляд, также версия об устрашении и попытке вернуть Россию из-за стола переговоров менее вероятна, так как Россия уже дала понять, что дальнейшее сокращение добычи будет иметь нулевой ОПЕК, потому что тот объем нефти, который ушел с рынка, будет попросту замещаться американскими баррелями, сланцевой нефтью. То есть, отступая ОПЕК и Россия, они всего лишь усиливают, укрепляют позиции конкурента, то есть сланцевой компании США. Еще краткосрочная выгода в виде стабилизации цен, в виде улучшения ожиданий рынка, на несанном рынке сейчас точно не в интересах России, она готова пожертвовать краткосрочную выгоду, как она уже это обозначила, придется потерпеть, и корабль под названием сланцевой индустрии США должна получить пробоины, прежде чем ОПЕК и Россия вернутся снова к кооперации. Фокус сейчас рынка предсказуемо сместится на старые, добрые, немного забытые данные по банкротствам сланцевых компаний, продажах активов и изменения их обязательств, что является такими прокси-показателями устойчивости компаний в секторе, так как, насколько известно, как мы помним, эти компании достаточно высокие кредитные плечо, высокий рычаг на них задействуют для того, чтобы финансировать свою деятельность. Также фокус будет на недельных отчетах по промежуточным запасам от Американского нефтяного института, от Энергетического департамента США, динамики буровой активности от BakerFutures, о которых в последнее время несколько подзабыли, так как на стороне предложения национальном рынке будет становиться такой равновесие между ОПЕК и Россией, с одной стороны, и с другой стороны между американскими производителями. То есть они как бы рынок поделили, и вот предложение на рынке, оно было таким устойчивым, так говорится. При этом нужно понимать, что американские производители, вероятно, заходжировались в добычу при более высоких ценах, то есть продав фьючерсы благопременно, поэтому снижение производства не будет немедленно, в ответ на падение цен, которые мы напоминаем. После восходящей коррекции цен, после стабилизации цен, вот примерно на том уровне, на котором сейчас эта цена находится, возобновление, дальнейшее возобновление снижения, тренд на снижение будет зависеть от того, как быстро Саудовская Аравия воплощает свою угрозу, то есть наращивать производство или ищет поставки на рынок. В пользу более сильного воздействия снижения цен на нефтяные компании США, США, говорит увеличение рычага компаний, которые заняты в разработке месторождения добычи нефти, можно видеть, что начиная с 1 квартала 2016 года и почти до 2019 года компании активно привлекали капитал через выпуск облигаций, и видно, что привлечение финансирования через акции было менее значительным, оно присутствовало, было менее значительным. Компании в основном привлекали финансирование с счет выпуска бандов, то есть в структуре капитала увеличивались именно облигации, это говорит о том, что кредитное плечо этих компаний растет, также возрастает стоимость обслуживания долга, и естественно при низких ценах и при бегстве в качество с мусорных облигаций, существующий долг, точнее выпуск нового долга будет происходить, он будет более дорогим, обслуживание текущего долга, также затруднится, из-за того, что у компании просто упадут доходы, и для того, чтобы это все в конечном итоге выплатилось во росте числа банкротств, что естественно и ожидает, что, естественно, хочет иметь ОПЕК Россия, нужно для этого время, цены должны некоторые, находиться на таком низком стрессом уровне, чтобы осланцевый сектор наконец получил тот необходимый урон, который позволит ОПЕК России вновь вернуться за сто переговоров, вновь образовывать альянс и как-то контролировать производство. На сегодняшний день всего, спасибо за ваше внимание, увидимся в среду.